Здравствуйте, сталкеры! С вами я, сталкер Баннерщик, и нахожусь я в аномальной зоне сталкера онлайна. Это МСК-сервер, это локация Тунгуска, это поселок Радиус, и это я сижу тут с полковником пью пиво. В общем, в ходку собрался, но погода мерзкая, пошел еще дождь, к тому же ночь, я решил немножко посидеть, немножко отдохнуть, и поэтому сегодня у нас вечер анекдотов, анекдоты про сталкеров. В общем, сегодня расслабляемся, отдыхаем от мутантов, от аномалий, от артефактов. Вот только шашлык приготовится, так мы и сядем. Висит на стене бара объявление. По поводу празднования дня сталкера организуется выход в глубину зоны для охоты на монстров и поиска артефактов. Сбор всех сталкеров, любителей этого дела, назначен на 6.30. Этого дела брать с собой по 2 литра. Возвращается опытный сталкер к своему джипу. Тут раз, рядом контролер ошивается. Сталкер ему, пошел вон отсюда покацал. Контролер обиделся, ну, ты сдурел что ли? Нужна мне твоя развалюха 100 лет. А сталкер свое гнет. Я сказал, вали. Угнать, скажем, не угонишь, а вот нацарапать какую-то похобень с тебя станет. Пробуй, значит, контролер слепого пса научить на задних лапах стоять. Пробует, пробует, а зомби ему и говорит. Да брось ты это дело. Он ведь сейчас не слушается тебя нифига. И потом не послушается. А контролер ему. Цэстэ, забыл сталкер, как ты сам вначале выеживался. Заблудился сталкер, идет по лесу, значит, и кричит. Люди! Ау! Эй, кто-нибудь! Вдруг его шлеп сзади по плечу кто-то. Он, значит, оборачивается, а там здоровенная такая страхолюдная тварюга и говорит ему печально. Ты чего тут разорался, а? Сталкер, так я это, ну того, ну, заблудился я. Думаю, может, кто-нибудь услышит, вот и кричу. Тварюга вздыхает. Ну, я услышала. А смысл? Устроил как-то долг на кордоне жутко секретную засаду и перехватил одного сталкера. А у того полный рюкзак хабара и бадун жутчайший и чувство раскаяния накатило. Командир, отпусти ты меня. Вот говорили мне, что пить вредно, а я не слушался. А ведь верно, да? Ежели я бы трезвый был бы, разве сунулся сюда? Вчера ж вся зона видела, как вы на этой тропе засаду устраивали. Говорит новый русский знакомому сталкеру. Это, слышь, золотую рыбку мне подгони, бабла кину, сколько скажешь. А то у пацанов у всех в натуре есть, а я один вроде лох, получаюсь. Ну, сталкер обалдел. Так это, это же ведь говорит артефакт такой радиоактивный. Новый русский. Не, ну хорэ гнать, артефакт, шмартефакт, я же его не в трусы положу. Я, как полагается, на цепуру желтявую, чтоб все как у людей. Стоит как-то бывалый сталкер у третьего перекрестка и указатели читает. Направо аномалии и чуток хабара. Вперед монстров немерено и средних хабара. Налево кабаки, девки и хабара дофигища. Ну, он подумал, подумал и вперед двинулся. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, чё за фигня такая, кабаки и девки. Свалился на заброшенном заводе кирпич с крыши из-за шипа одного мэна. Народ собрался, переживает, блин, монстров и контролёров и так хватает, так ещё и кирпичи с крыши летят. Во фигня, не повезло чуваку, ну и так далее. Но один бывалый пригляделся и говорит, спокуха мужики, туда и мою дорога, это ж зомби-бродяжий. А народ ещё больше расстроился. Блин, ну чё за фигня такая? Зомби поразвелось, кирпичу упасть негде. Доктор, не могу спать, мне снится сон, будто я нахожусь запертым в саркофаге с кучей монстров и они разрывают меня на кусочки, жалуется сталкер. Это тебя контролёр предупреждает. Послушай моего совета, обязательно бутылку ему занеси. Ведь для скольких сталкеров этот сон в явь превратился. А почему? На бутылку пожлобились. А за доктора спасибо не ожидал, отвечает контролёр Бухарь. Поймали как-то долговцы свободовца Растамана. Решили, что надо его потрясти, где чего у свободы спрятано. А он, значит, ни в какую не колется, пока не припёрло его покурить. Дайте, говорит, пыхнуть, я вам всё выложу. Ну, долговцы вернули ему запас. Он косяк забил, раскурил, сидит, кайфует. Ну, спрашивают, где? А он о непонятках. Так это, ребята, вы чего, сами не видите? У вас артефакты прямо под ногами валяются. О, блин, а теперь и небо пошло в алмазах. Офигеть! Как-то пропал один долговец. Должен был прийти с утра, а нету. Ждут его товарищи, беспокоятся. В конце концов, прибегает. Ну, остальные к нему. Чё случилось-то? Ты куда пропал? А он им, да тут это, значит, решил я с утра тварей в окрестностях немного помочить. Как обычно, перемочил два десятка кровососов, пяток бюреров, три стаи слепых псов извёл под корень. А зомби так и вообще не считал. Ну, это понятно. А что случилось-то? Да вот захожу я в палатку, гляжу, а там такой крутой, что даже мне с ним не справиться. Забыл, что зеркало у входа. Ну, в общем, обделался я со страху. Не разъехались в зоне наёмники и бандюки. Ну, повыскакивали, стволы подоставали, пошла пальба. А контролёр, что у перекрёстка засел, доволен. Вот, мол, как удачно место я выбрал. Давно хотел на настоящие пацанские разборки поглядеть. Старый и молодой долговцы идут по зоне. Вдруг старый останавливается и шёпотом говорит молодому. Тихонько иди вон к тому дереву. Голова стекла цыпочках, пополз, аж вспотел. Дошёл и руками показывает, мол, дальше-то что делать? А бывалый, как завопит радостно. Во! Я же говорил, брешут, брешут, что тут аномалия. В зоне появилась новая аномалия, сталкер непьющий. Отличительная особенность, не употребляет спиртное. Способ обнаружения, идти на усиленное пищание счётчика-гейгера. Идёт молодой сталкер по зоне. Вдруг озеро, которого на карте нету. Он туда-сюда, а потом смотрит, какой-то мужик неподалёку маячит. Ну, молодой к нему и спрашивает, уважаемый, как бы мне это озеро-то обойти? Тот отвечает, пошли, мне по дороге покажу. Ну, идут, идут, а молодой спрашивает, вы, наверное, каждый кустик тут знаете, раз без оружия ходить не боитесь. Мужик смеётся, кого тут, говорит, бояться-то? Ну, монстров там всяких, зомби, контролёров. Мужик подумал-подумал, да и говорит, ладно, монстры ж, монстры, это понятно. Зомби ещё туда-сюда. Но нас-то, контролёров, чего бояться-то? Перехватили, значит, военные у блокпоста новичка-сталкера и давай парить. С какой целью вы в нетрезвом виде пытались проникнуть на территорию зоны, имея при себе незарегистрированное охотничье ружьё и патроны к нему. А он, значит, похмельный, голова как бочка, всё задолбала и говорит им пьяный. Конечно, пьяный. Да если б я трезвый был, я б за пять километров вас, уроды, обошёл. Сидят два сталкера на берегу озера, один другому. И почему говорят, что радиация сильно влияет на человека? Я вот уже пять лет как в зоне, но никаких изменений не заметил. А ты? Да я тоже, только чешуя чешется в последнее время чаще обычного. Так, пора уже. Пора собираться в ходку. Всё-таки вечер анекдотов у нас вышел такой не слишком длинный, потому что, как вы видите, зоня светает, время уже пол третьего ночи, но часа в четыре-пять уже будет светло, нужно готовиться к ходке, подлечиться, купить лекарств, там, патронов прикупить, если что. Надеюсь, вам небольшой поэтический вечер сталкера понравился. Так, давайте посмотрим, что я должен купить перед ходкой. А что, контейнеры есть, вода есть, жратва есть, аптеки есть, патроны есть, всё есть, да? Можно уже ждать, когда будет полностью светло и отправляться в ходочку. Ну, и будем надеяться, что этот мерзкий дождь всё-таки когда-нибудь закончится. Ладно, сталкеры, мы увидимся в следующий раз, увидимся с вами в сталкере онлайне, увидимся с вами на локации Тунгуска, будем фармить арты. Да, конечно. Ну, ладно, всё, до встречи, всем пока.